здравствуйте меня зовут павел джилай я психолог и сегодня поговорим о работе о том как просить помощь и как делегировать некоторые задачи так случается что для многих людей работа это место самопрезентации самореализации может быть кто-то решает какие-то другие вопросы ну конечно же мы ходим туда для того чтобы заработать денег но бывает ситуация когда хочется поделиться своей работой может быть попросить кого-то о помощи но как-то не получается бывает другая ситуация когда человек говорит что кроме меня эту ситуацию никто не разрешит кроме меня это никто не сможет сделать хорошо и тогда получается так что он все взваливает на себя не просит о помощи не делегирует хотя конечно же это могут быть и разной ситуации и разные люди могут одни боятся делегировать другие боятся просить о помощи давайте вначале о делегировании то есть делегировать это отдать кому-то часть работы которую кто-то может сделать, ну, например, это даже не всегда вы делитесь своей работой, это та часть работы, которую могут сделать, например, специалисты другой квалификации или для которой вообще не нужна квалификация. То есть просто это какая-то рутина, монотонная работа, которую может выполнить практически любой человек. Но вы этого не делаете. Вам кажется, что если вы все не проконтролируете, если вы все не сделаете самостоятельно, работа будет сделана плохо или, как многие говорят, не идеальна. И вот здесь кроется как раз-то ответ, что стремление к идеальности и страх того, что будет ошибка, приводят к тому, что появляется страх делегировать. Именно страх, хотя человек может этого сам и не признавать, он тревожится, что если что-то произойдет не так, на него как-то посмотрят, потому что он-то отвечает за эту работу. И также это вот стремление к идеальности, оно также приводит к тому, что человек не может расслабиться и сделать работу просто хорошо. Здесь есть такая формула, что хорошее, точнее, лучшее всегда является врагом хорошего. То есть просто сделать хорошо для многих людей является как будто недостаточным. Поэтому учиться делегировать нужно научиться с того, чтобы поменять подход, что можно сделать хорошо, и что даже если кто-то сделает неправильно и некачественно, в этом ничего ужасного не произойдет. Да, могут быть определенные маленькие или большие последствия, но ужасного не произойдет. Второй момент, который важно понять человеку, который не делегирует, о том, что если он будет делать то, что могли бы сделать другие, он не сделает то, что может сделать только он. То есть когда он не выполняет ту работу или не успевает ее выполнять, то есть которую может сделать только он, и никому делегировать это невозможно. Третий момент, который здесь важно отметить, что если он будет все-таки успевать все делать, то есть сколько времени он сокращает свои жизни, то есть он ухудшает свое здоровье, ухудшает свое самочувствие, быстрее выгорает, формирует конфликты нередко, И это как раз-то для чего? Для того, чтобы все было сделано чуть лучше, чем хочется. Поэтому тут важный момент. Осознание того, что вот неделегирование и перфекционизм в этой ситуации, такое стремление к совершенству, оно как раз-то вредит. Да, в моменте, возможно, вы будете делать хорошо, и, возможно, даже вас будут хвалить и вешать на доску почета. Но когда ситуация растягивается, то в стратегическом плане это проигрыш, потому что вы быстрее, как я уже сказал, выгораете. Второй момент, когда люди не просят о помощи. Эта история тоже проистекает из тревоги. Неуверенности нам кажется, что если я попрошу кого-то о помощи, мне прям заклемят позором. Именно так это звучит в голове, потому что если бы это было как-то поменьше, возможно, человек бы все-таки смог с этим справиться. Мне кажется, что это стыдно, мне кажется, что я должен сам, мне кажется... То есть это все действительно кажется. Понятно, есть ситуации, когда кто-то, кого попросили о помощи, мог вам отказать. Но это не повод не просить о помощи. Просьба о помощи даже на работе предполагает то, что, возможно, вы где-то не рассчитали силы. Возможно, вы сегодня не в лучшем состоянии или настроении. Так тоже бывает. Возможно, вы каким-то образом перегружены какими-то другими задачами. То есть понятно, что это тоже требует осмысления. Почему вы перегружаетесь? Почему, возможно, вы не организуете свое рабочее время таким образом, чтобы успевать? Но тем не менее, если вы попросите о помощи, вы в сегодняшнем дне сделаете, может быть, чуть меньше. Но это даст вам возможность поставить свою работу лучше. Еще один момент. Когда мы помогаем другим людям, это дает нам возможность сближаться. То есть, возможно, даже когда вы просите о помощи, вы улучшаете отношения со своими коллегами. Понятно, это не та ситуация, когда вы просите постоянно и когда за вас работу делают. А именно, когда иногда у вас получается, что вы с чем-то не справляетесь, и вы попросили о помощи. Поэтому просить о помощи – это нормально. Просить о помощи – это улучшает отношения в коллективе. И попросить о помощи – это как раз-то признать, что вы человек, и у вас иногда могут быть сложные моменты. Делегируйте, просите о помощи – это нормальная часть человеческой жизни. Редактор субтитров А.Семкин